Привет, это Антон Логанов, со мной здесь Александр Кузьменко. Сегодня у нас совершенно необычный день, я думаю, Саша подтвердит. Абсолютно необычный. Он сюда проделал три часа путь в этот в покое видеомании. В город Дубну, Московская область. Да, в Московскую область, чтобы записать онлайновое ревью фактически. То есть сегодня, пятница, 16 число, сейчас это не будет прямой эфир, потому что мы экспериментировали с прямым эфиром и поняли, что не совсем канал российских провайдеров и пользователей готовы к этому, но это будет почти онлайновое ревью, небольшой такой записи. То есть мы сейчас вот это говорим, а через несколько часов вы это видите. И мы, наверное, первые вообще, кто прошел сталкера в мире, вот это сделал Саша. Наверное, ну, по крайней мере, я не готов ручаться, но в России я, по крайней мере, больше не слышал о таких прецедентах, чтобы кто-то проходил сталкера, тем более до конца. Как минимум, как написал портал сталкера Портал, что я, наверное, был первым в России, а им, я думаю, виднее всякое про сталкер. Вот, ну, фактически, да, никто до этого момента рецензию не сделал еще. То есть мы написали свои рецензии неделю назад, она уже в журнал ушла. Полторы. Полторы недели. Вот. А сейчас мы делаем нечто необычное. Мы делаем именно огромное такое спешлум для онлайна. Это вот все это не увидит пользователь Видеомании. У нас будет зато в Видеомании большая подборка эксклюзивного даже в некоторых местах видео по сталкеру за все года, то есть, включая с первых экспериментов на движке, даже лайв-съемок со сталкером был такой ролик тестовый, рекламный, но он не прошел одобрения. Вот, он уникальное видео. Также у нас будет супер материал, зона 2002, мы его назвали. Это запись поездки GSC в чернобыльскую зону. То есть самая первая поездка, когда были собраны материалы для игры. Собственно, та отправная точка сталкера, которая через этот длинный путь вышла в результате гениальной игра. Но вот та поездка положила всему этому начало. Вот, и все это прокомментировал для нас Олег Еворский. Вот, очень интересно. Ждите апрельского номера. Тем более, что осталось буквально до 27-го числа у нас. Да, игра... Неделька с лишним, да. Номер выйдет одновременно с игрой, так что ждите. А сейчас мы будем играть в сталкера, показывать его вам. Саша... И рассказывать очень много. Да, у нас от вас вопросы, то есть мы уже попросили, или вы неделю задаете вопросы, или меньше, да, чуть-чуть. Ну, с начала понедельника задавали вопросы в течение четырех дней. Да, уже их пришло более 200, что более чем достаточно. То есть сначала Саша покажет вам игру, покажет интересные моменты, которые ему понравились. Потом мы начнем попутно, уже когда основное пройдет, попутно отвечать на ваши вопросы. То есть Саша прошел игру несколько раз. Еще не несколько. Я прошел ее только один раз до конца, и сейчас где-то, ну, ближе к концу уже второго прохождения находится. Я играю в нее уже четыре дня, оторваться не могу. Нужно сказать, что на самом деле, да, по сталкеру очень сложно делать такие вещи, потому что эта игра гигантская. Это сколько, 80 часов, да? Ой, это я ее, что называется, пролетел. Прошел очень быстро, и это заняло у меня всего лишь 35 часов. Это стремительно, очень быстро. Вообще, в принципе, 40, 50, 60 часов гип-бэ. В общем, Станкер привлекается по продолжительности к японским ИРПГ, что я могу сказать. Это действительно... Хорошо, что динамики там побольше несколько. Да, это монументальная игра, и я думаю, мы даже не сможем передать, насколько она великолепная сейчас, потому что нужно играть самому, чтобы вот это все прочувствовать, о чем мы сегодня, безусловно, много очень будем говорить. Ну, надеемся, что Станкер оправдает ожидания многих, кто их ждал. Мои ожидания он оправдал на 100%. Превзошел, я бы сказал, то есть мы журналисты, мы же скептики до последнего, Станкер превзошел все наши ожидания. В этом плане очень сильно. Понятно, что там есть недостатки, но вот это тот случай, как, знаете, снается в Зону Репаблик, когда ты их не хочешь замечать, то есть у тебя есть реально... Ты настолько восхищен игрой, что она тебя лишает сна, и про недостатки просто не хочется говорить. И сегодня мы вряд ли будем говорить про недостатки, потому что хочется говорить только о хорошем. Ну, разве что, если вдруг увидим. Если вдруг увидим. Да, ну, тогда и поговорим, как не знаю. Ну, что, запускаем? Да, поехали. Ну, что, начнем? Так, вот это вот перед нами, собственно, главное меню. Естественно, у вас все будет по-русски. Ну, что, начнем мы в игру? Начнем. Выбор сложности, ну, возьмем... Давай, да, норму. Ну, норму, ветерана. А, о чем? Ветерана? А, кстати, давай ветерана. Наш компьютер, нужно сказать тут, что наш компьютер довольно мощный. Это наш флагман видеоманский. Так сказать, хаэнд сегодняшний момент. Хаэнд полный. Это, ну, чтобы, наверное, не все, наверное, в терминах. Но это 6700, это 3 гига оперативки, это 28800 в связке. Короче, для сталкера это больше, чем достаточно. Так, значит, мы начинаем игру, оказавшись в подвале местного торговца, буквально у входа в зону. То есть, это еще не сама зона, это буквально подступки к ней. Вот этот персонаж, его зовут Сидорович, как видите, прекрасно. Сидорович. Я предпочитаю Сидоровичем. Так вот, это значит, Сидорович торговец. Сидорович. Сидорович. Что, Сидорович, господи, ну, что, поляк, что ли? Сидорович. Так вот, и этот самый Сидорович, с ним можно пообщать. Давайте попробуем поговорим. Тут надо добавить, что персонажи в сталкере озвучены далеко не все, потому что диалогов в игре очень много, бешеные тысячи строк. Проблемы всех RPG. Проблемы всех, в принципе, RPG. Ну, в общем, как и в японском RPG. Основные персонажи озвучены, основные диалоги сюжетные. Все, что дополнительно, чаще всего нет. Значит, смотрите, само окно диалоговое очень похоже на Fallout, причем как по стилю, так, собственно, и по написанию. То есть, мы можем выбрать из нескольких различных тем, и в зависимости от того, о чем мы поговорим с персонажем, то есть случилось. Сейчас проходит небольшой туториал, где нам объясняют, как пользоваться, например, картой, как пользоваться личным PDA, как можно выполнять задания и прочее. Я думаю, мы этот туториал пропустим, потому что вы прекрасно его пройдете потом сами, и, честно сказать, особо интересного ничего в нем нет. Я, например, сразу сказал, что давайте мне нормальную миссию, я не хочу везде специально заниматься. Я так во всех леверах поступаю. Так, на начале движения. Итак, Сидорович предлагает нам работу. Только что он нам рассказал про некого сталкера, который знает важную информацию. Ну, в общем, если коротко, то задание звучит так. Пойди туда, найди его, информацию принеси, неважно как. Живым он там будет, мертвым, главное, дотанем ему информацию. Но наша главная цель найти некого стрелка. То есть, видите, стрелка. Да, то есть, собственно, наша основная как бы цель всего нашего путешествия, это найти некого сталкера стрелка, но эта цель далеко не основная по сюжету, это скорее одна из промежутцев. Ну, что же, удачная. Это начальная цель, то есть я вот играю уже довольно порядочное время, и еще у меня пока это главная задача. Так, в общем, мы оказались в зоне. Точнее, на подступах к ней. А Китти в зоне творится вечная осень, поэтому здесь достаточно мрачновато. Если вы будете смотреть наши репортажи потом, собственно, которые мы сделали на DVD в видеоманском свежего номера, то наверняка узнаете этот дом, потому что про него там рассказывал Олег Яворский из GSC. Именно по этому дому, этот дом, собственно, взялся реального прототипа. И зона достаточно узнаваемая. Так, собственно, что мы видим? Мы видим зону, в которой ходят люди, в которой происходит какая-то жизнь. То есть это сталкеры, в этом месте собираются достаточно такие новички, собственно, ни в коем случае не ветераны зоны. То есть, ну, грубо говоря, это первый кэмп для новичков, чтобы здесь освоиться, понять принципы игры. Это, ну, начальная территория зона, она маленькая, здесь нет особо таких страшных существ каких-то. здесь собаки, кабаны и, единственное, собака Чернобыля. Самое страшное здесь существо, которое есть, это, собственно, бойцы федеральных войск, которые храняют вход в зону. Да, мне очень нравится, как они кричат, там, типа, у меня сегодня день рождения, так что там, типа, не рыпайтесь, да, вообще. То есть, очень много разных диалогов записали, а эти свычки все время кричат, типа, сталкеры, одумайтесь, идите отсюда, то есть не лезьте в зону. Сфера игре создается очень потрясающая, причем во всем этом есть что-то такое вот совершенно великое. Вот посмотрите, вот сейчас момент, например, замечательный, сталкеры играют буквально возле костра, говорят душевно. Они могут рассказывать анекдоты, сидя возле костра, какие-то байки, могут, кстати, подсказать какую-то действительно интересную информацию. Причем каждый из этих сталкеров, это не просто NPC, который сидит у костра, это действительно полноценный житель зоны, действительно настоящий сталкер. С каждым из них буквально можно поговорить, допустим, давайте вот с этим гражданином. Вот, пожалуйста, можно спросить, о каких-то его последних новостях, слышать что-нибудь интересное. Ну, если он знает, иметь последние слухи, конечно, расскажет, если не знает. Вот, причем практически с каждым сталкером можно не только поговорить, но и поторговать специальной кнопочкой. Естественно, это не сильно, как бы различия есть между ними, потому что это не персонажи, это типичный NPC в RPG-шном смысле. Подходишь ко всем, а в принципе все одно и то же отвечают в данной локации. Переходите в какое-то другое или событие какое-то произошло, текстовки у всех меняются. То есть, это не так, что каждый сталкер что-то новое может сказать. Они не успеют. Ну, по RPG-шному. По RPG-шному. Так, вот сталкеры рассказали нам пару анекдотов. Мы, собственно, сейчас находимся в ночи. Видите, тут скоро начнет светать. Можно, между прочим, кстати, тут же открыть наш PDA и вот посмотреть, например, всю эту информацию, которая есть у нас о зоне. То есть, сначала у нас есть карта, на которой очень просто, очень понятно все помечено. Здесь у нас наше текущее задание. Вот видите, убить стрелка, например, это одно из основных. И в данный момент мы выполняем задание, которое называется «Получить информацию от скаута». То есть, от того сталкера, который пропал, которого ищет. Человек-пай не сидит. Покажи зону людям. Какие размеры вообще? А-а-а. Это первое, что удивляет. Размеры зоны? Сейчас покажем. Мы сейчас откроем специальную карту. Вот видите, она сейчас зацентруется в нашем сталкере. Вот это вот маленькое, маленькое вот это. Начальная деревенька. Начальная деревенька. Сейчас мы начнем удалять. Давайте мы попробуем сейчас удаляться и посмотрим вообще на общие размеры. А теперь смотрите. Вот это город Припять, между прочим. И, наконец, вот одни из последних локаций и сама Чаренобольская. Давайте попробуем увеличить. То есть размеры зоны реально потрясающие. То есть и Саша, он недавно вернулся как раз из этой зоны. Они ездили к реактору. Вот сюда вот мы ездили. Он, наверное, может сказать, что не очень-то оно достоверное, но это задумано так. Естественно, есть разница большая между гейм-дизайном и реальной локацией. И реальной жизнью. Да, конечно. Ну, смотрите, например, взять ту же самую Припять. Припять это город, в котором жил 50 тысяч человек. Это очень большой город. Понятно, что сталкередрить не GTA, ни в коем случае. То есть здесь не моделировали весь город, но тем не менее основные узнаваемые локации, скажем так, там есть. То есть есть это знаменитое колесо, есть, например, знаменитый отель разрушенный, театр Вангард и так далее. Все это здесь находится. То же самое. Вот смотрите, например, Припять, Рыжий лес, тот самый, который, кстати, в реальной жизни сейчас не существует, потому что его вырубили. Или вот, например, пожалуйста, тут есть дикая территория, так называемая. Ну, это тут местное, естественно, свое название. Вот. Или чуть ниже будет такая территория под названием «Свалка». Вот, например, место, где сталкеры в сюжетах ищут всякие разные артефакты. Это основное их так хлебное место. Мне кажется, здесь артефакты не самые лучшие, но здесь в России проще всего. Ну, и, наконец, там стартовые зоны и так далее. Между всеми этими зонами существуют переходы, то есть это не единый огромный мир, как, например, в Готике, а, скажем так, набор очень больших уровней. Причем уровни, связанные между собой этими переходами, по этим переходам могут переходить не только, например, монстры с соседних локаций, другие сталкеры и так далее. По-другому есть подзагрузки, а так это единый мир. И это, что интересно, в этом мире реально замоделированные вещи, то есть реально сталкеры ходят на свалку за артефактами. Ну, мы еще, я думаю, покажем лучше на примере, как все это будет выглядеть, замоделированные с мира. Давайте лучше вернемся к нашей игре. Ну, кстати, можно еще немножко походить по ПДА. Тут, например, есть дневничок, в котором сталкеры, собственно, пишут основные записки, там, прям, кто я, где я и прочее. То есть все сюжетные моменты, если вы что-то прослушали под диалог, ничего страшного, собственно, все это здесь отображается. Кроме того, сюжет это не настолько важно. Вот смотрите, тоже еще интересный пункт, контакты. То есть всех сталкеров, которые ты встретил по пути, отображаются твои контакты. Пишут, соответственно, отношения твои к нему, твой рейтинг, с чего он себя представляет, какой сам имеет ранг. Вот. Кстати, о рангах. В зоне существует около тысячи сталкеров одновременно. Все эти сталкеры это не скрипты живые, скажем так, существа, у каждого из которых собственно искусственный интеллект. В игре существует даже топ сталкеров. Собственно, о всех своих продвижениях в игре можно узнать, заглядывая, перечислить на этот экран. Представляете, кто у нас там сейчас на первом месте? Некий Макс Ткер. Да, нет, 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 нет. У нас Ромка Плеер, короче, у нас на первом месте. Ромка игрок. Какой-то из блатных сталкеров. А мы, соответственно, Марк Туан Меченый находимся сейчас на месте явно непочетном, поэтому расти и расти. Рейтинг у нас суммарный 0. Можно также посмотреть статистику по нам. Ну вот, какие мы сейчас. Мы новичок, у нас ничего нет интересного, ничего мы не убили, никаких артефактов, ничего полезного. Ну и, конечно, в итоге в игре есть также энциклопедия. Все, что вы узнаете о зоне, встречая любого монстра, узнавая какую-то очень важную информацию, какой-то интересный слух, находя какой-то артефакт, вы все будете находить в энциклопедии про это. То есть, видите, даже какие-то вещи, как вообще, в принципе, играть в игру, здесь что-то рассказывается. То есть, она постепенно расширяется. Как в Уфо, как в Икс Ком. Да, то есть, сталкиваешься тут же в этой энциклопедии все заносится. Послушайте, кстати, замечательно совершенно. Периодически сталкеры начинают играть мелодии совершенно разные. Вот, например, вот этот дружок решил исполнить сыганчик. Подойдите, посмотрим. Вот я залез в хостер, замечательно, видите, пока смотрел. Где-то там яма была. Здорово! Классно играешь! Так, в общем, пока мы тут разговаривали, на самом деле, видите, уже потихоньку настаёт утро. Да, в игре действительно реальная смена дня и ночи. Потихоньку настаёт утро, встаёт солнце над зоной, и поэтому нам, я думаю, стоит уже вообще пойти посмотреть. Вот сейчас посмотрите, кстати, ещё в левую верхнюю часть экрана, там находится у нас карта, по которой очень просто ориентированность в зоне. Условно говоря, в центре постоянно находимся мы, а различными цветами обозначены или основные персонажи, или места квестов. Стрелочка всё время указывает направление выбранного текущего квеста в ПДА, так что очень удобно этой системой пользоваться. Сейчас мы пойдём получать первый квест у главы вот этого лагеря, начинающих с таункеров. Вообще, о карте хотел сказать, на самом деле, очень нужная вещь, потому что очень тактичные поединки, особенно на высоких уровнях сложности, у каждой, ну, это как фир, только без безбашенных кульбитов и прочее, здесь очень сложно подчас играть, убивают моментов. Геймплеев совершенно несколько, в зависимости от того, как у вас сейчас оружие. То есть, если у вас снайперка, например, геймплей очень тактический, например, Дельта Форс. Если у вас в руках какой-нибудь шатган, и вы там в узком помещении, кто-то чистый дум, например, больше на фир похожий. Так, ну так значит, возвращаемся к сталкеру. У нас теперь есть задание поговорить с главой этого лагеря. Вот он стоит, с ним можно пообщаться, спросить, как у него дела, узнать какие-то подробности из-за этого квеста. Мы не будем, я думаю, пересказывать вам содержание, собственно говоря, бандитов, настоящих пацанов, которые вот зашли в зону, прячутся под законом и заняли гениальный английский акшер. Так, собственно, он сообщает о том, что отправляет нас к своим ребятам, мы видим точку на карте, ну и, соответственно, начинаем идти к ним. Т.е. 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 вообще решил не трогать озвучку, кроме ключевых вот этих квестов. Точью атмосферу. Да, то есть они решили оставить все русские маты и прочее. Т.е. типа это колорит, все такое. Да вот, собственно, первое знакомство с зоной. Тут вот я шел, вообще боялся всего. Т.е. непонятно, что будет за следующим поворотом. Кстати, мне было особенно интересно смотреть этот первый уровень, потому что я-то играл в Stalker очень давно, когда делали финальный отсчет, и очень интересно было посмотреть, как изменился, а переизменилось все абсолютно. Т.е. осталась только концепция, что ты выходишь из бункера торговца, и вот есть там форпост, да, военных, и это все, что связывает старое и новое. это территория достаточно не сильно опасная, но в целом ходить вот просто так дальше будет сложно. Кроме того, еще нужно быть очень осторожным на открытых пространствах, потому что в зоне очень много аномалий, т.е. например, вот какой-нибудь такой вот вагон может быть очень-очень опасным. Смотри. О, Сальсаев, вот этот момент я просто обважаю. Замечательно, слышите? Вот это летит вертолет. Летит военный вертолет. То есть вот ребята летали и решали убивать нас или не убивать. Да, то есть чуваки сейчас решили, что связываться с нами в смысле нет. Ну это скриптовый момент, это было бы происходить только когда-то вы сюда вот приходите. Т.е. в Станквере есть скрипты сюжетные, но они именно работают на добавление атмосферы. Че ты от собаки хочешь? Смотри, здесь вот местная собака. Она только что растерзала чувака и тебя сейчас растерзает. Так как у нас нет оружия, от нее можно сбежать. Животные все в Станквере живут вообще в зоне своего обитания. Вот твое главное оружие. Не пистолет тогда. То есть оружием на самом деле здесь беда, да, то есть особенно с патронами, то есть по началу, по крайней мере. Ну это по началу, потом беды нет. Сейчас мы у напарника его возьмем. Аптечку? Помогите, брат. Беда, возьмите мудрость от этого стива. Я не могу это сделать. Спасибо, Марк. Вот, мы ему дали. Ты в порядке, ты знаешь это? Я уверен, что я скажу всем, что вы помогли мне. Да. Вот помощь Сталкерам, она повышает рейтинг ваш. Она повышает ваш персональный рейтинг, то есть этот конкретный Сталкер теперь считается вашим другом. То есть, словом говоря, он при зеленой точке обозначается на карте и может в случае чего, например, вам помочь. Если у вас, например, какие-нибудь собаки вам будут где-то рядом, то он побежит сразу вам помогать и как-то вообще справиться с ситуацией. Так, ладно. Мы в это время пока оставим этого Сталкера, пусть идет своей дорогой, а мы отправимся на выполнение, собственно, нашей миссии. Итак, надо ориентироваться теперь по указателю на карте. Вот, кстати, наш Пеленгатор засек еще остальных Сталкеров. Сталкеры, судя по точкам, вообще на радаре дружественные. Вот, собственно, и они. Они готовятся на бандитов напасть. Дальше. Ну что ж, можно им сказать, что я, в принципе, готов. И поехать. Сколько бандит в лагере? Окей, поехали. У меня здесь замечательные. Такие, типа, Вася Бритва, например, какой-нибудь там. Или Петя там какой-нибудь паровоз. Сталкеры, не скатывайся, как крючки. Окей, окей. Нам надо сейчас выбить бандитов из закрепленной зоны, но сделать это довольно сложно, потому что... Потому что, во-первых, у нас только один пистолет. Да. А бандитов очень много. А наши люди, они все... Надо выключить обязательно. Да. ВЫКРЫВА, Я ПОШЕЛ! Собственно, здесь надо быть очень осторожным, потому что у нас сейчас нет ни нормального оружия, ни нормальной брони. А бандиты все-таки... Так, вот видите, пожалуйста, какой умный интеллект. Видите, его нет. Он просто убежал. Проходить сталкер, как обычный шутер, выбегая и расстреливая всех налево-направо, ну просто нельзя. Надо, кстати, снять с него оружие. С этого бандита. Так. И быть очень осторожным. Так, а куда вот он уронил свою пушку, интересно? Вот. Здесь превыходящие силы противники, поэтому вот как бы очень интересно. Можно залезть на чердак. Мы сейчас заходим на чердак, потому что там всех наших дружочных сталкеров, ну и они по-любому трупы. Али-а-а! Вали веба! И надажу, пацаны! Отходи! Ай-ю! Полтай! Я тебя прикончу, понял? Ааа! Кстати, да, в игре можно делать такое вот очень легкое увеличение, прицеливание, которое сильно увеличивает. В общем, работает по принципу, как во многих современных шутерах. Бежим, прилегаем, устреляем, вот, слышите, рикошет, джиньки, кстати, в игре отличные. Ну тут стоит сказать, что первоначальные битвы будут достаточно, черт возьми, достаточно легкими, но потом в игре придется сильно попотеть, потому что уровень противников и их ум обрастает. Прям просто, вот смотрите, например, где он делся, куда-то мог сбежать. Пацаны! Пацаны! Вот, кстати, стал первоначально все собрать. Лично, может, тут все собрали, ничего не забыли. Так, теперь пойдем, собственно, спасем вашего приятеля. Кстати, вот пушку еще лучше в зоне все-таки убирать и не носить в открытом виде, потому что некоторые сталкеры могут убежаться, если вы будете этим не разговаривать с пушкой в руках. Сталкеры! Я тебе даю, брат. Я никогда не поблагодарю тебе. Так, вот мы его спасли. Забрали у него, собственно, ту информацию, которая нам нужна была. Попрощались. Да, сталкеры продвинутые, таскаются на флеш-драйвах. Заодно можно, кстати, еще поговорить с ним и какую-нибудь работу дополнительную взять. Видите, например, он нам только что заказал выполнить дополнительный квест и так далее. Я не заинтересован в работе. Увидимся. До свидания. Так, ну что, можно возвращаться на базу. Зона вообще очень узнаваема, все вот эти бочки и так далее. Знакомы каждому советскому человеку. Вот, кстати, смотрите, симуляция реальной жизни там происходит. Мы лучше не будем пользоваться биноприем, а посмотрим на это все поближе. То есть тут бегут собаки, их только что разогнал огромный кабан. Видите, они попадают там на аномалии. Там вот есть вот такая небольшая аномалия. Мы сейчас посмотрим ее поближе. Вот. Попробуй-ка, смотри, что там все происходит. Смотрите, что это. Он там серьезно распугал. Здесь аномалия даже не включается. Видите? Впереди небольшая аномалия. Видите? Попробуй-ка, кинуть болт. Видите, что получится. Должен сказать, что это действительно часто нужно делать, просто проверяя, проверяя, можешь ли ты его против. Любую подозрительную территорию. Это действительно очень полезная. Вот, кстати, видите, уже кого-то съели. То есть, например, этот сталкер тоже был каким-то персонажем, только что собачки его загрызли. Бегать. По зоне об особо не побегаешь, то есть. Да, ну, раньше, что на стартовых уровнях, конечно. Ну, и по знакомым местам. Хотя, опять же, всегда есть опасность, что тебя кто-то встретит, наверное, на протопной дорожке. Вот, например, такие леса, как вот этот, в которые я сейчас иду, лучше не заходить. Потому что в этих кустах, может быть, любая аномалия. Но, правда, это наиболее кратчайший путь для того, чтобы пробраться на базу. На начальном уровне мало что может быть спокойно. На начальном уровне мало что может быть спокойно. Так, получаем обратно квест. Вспотел. Нашел и руками показывает. Но, знаешь, это что делать? Обывалый, как золотит радостно. Во! Я же говорил, брешут! Брешут, что тут аномалия! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Так вот, собственно, мы возвращаемся к Сидоровичу. Откуда мы начали игру. и считайте выполнен первый квест кстати применить у торговца обязательно убирается оружие как и во всех защищенных местах то есть если вы в лагере станкеров достанете оружие у вас немедленно попросит его убрать причем грубой форме собственно сидорович только что нам дал еще один сюжетный квест мы его можем выполнять мы еще немножко прогноз дальше по сюжетной линии сюжетная линия абсолютно разная мы раскрывать ее не будем гораздо интереснее пройти самому всегда так что в игре 7 концовок пять из них ложные две настоящие открывающие дополнительные уровни так что давай покажем какие-то интересные места только что мы оказались на уровне под названием свалка собственно здесь сталкеры в основном собирают артефакты это второй уровень после соседней зоны с первой сценой мне нравится все неожиданное вот бандиты остановили сталкера и пытаются отнести денег да но я подумал что это ученый это этот просто новичок сталкер отстреливается готов это кто его убил его убил напарник а вот он не выжил вот он выжил может с ним поговорить теперь так что здесь происходит вот он говорит вот мы услышали кто на свалке просит помощи да и соответственно теперь они ждут когда мы придем и может быть как-то сможем помочь но прежде чем мы пойдем мы наверняка включил фонарик и просто пытаемся обыскать эти трупы чтобы хотя бы найти какое-то нормальное оружие нам и кстати как его скрутило вот поэтому возьмем одну пушку себе вот такую одну так ну что ж пошли на свалку где сейчас стоит нападение бандитов страшно реально страх вот она это та самая свалка сейчас здесь ночь ночью она выглядит не очень презентабельно но вот эта техника а вот собственный командир того взвода который нас позвал он собственно попросил нас помочь защититься от бандитов которые периодически нападают на свалку и сейчас собственно мы пойдем уже занимать боевые позиции то есть пока посмотрим через еще происходит то есть здесь уже братья убили несколько в бандитах и типа подито обозлились вот с этим стекло не бандитов настоящие братки то есть страны с лампасами все как все как так вот кажется не на бежит прибежал разведчик говорит что бандиты идут так все знали на горизонте сейчас они заходят сейчас они заходят с той стороны то есть наши ребята собираются занимают позиции и выжидают когда бандит как можно ближе так у нас сейчас оружие ближнего в руках лучше вообще не соваться с учетом фонарик дать на их посмотрим собственно когда грязненьку видно но там какого-то не уже борьбе так идет собственно битва темноте достаточно сложно разобраться кто здесь кто так нужно ориентируйте по вскрышкам вот например один из наших клиентов уже упал так смотрим что еще есть а вот то есть перед заседником бандитов не очень крутые пушки поэтому вряд ли они прострелить железную броню вертолета так это наши у нас стреляет оттуда битвы стал крем местами ночи особенно очень позиционными и буквально вам приходит менять позицию по несколько раз смотрите например оптать местной стороны обойти но еще не знает что поджидаю то есть двух выстрелов на слабых сталкеров обычно хватает на поздних уровнях дробовик вот этот уже конечно не решается в один из первых сносится легко вот пожалуйста один выстрел бандит готов так вот это была свалка тут в принципе можно долго играть в stalker давай попробуем поотвечать на вопросы про нам читатели задали на форуме нео с восклицательным знаком да да окей так что спрашивает спрашивает много ли побочных клест квестов насколько они разнообразно и много ли в игре глюков это рядом все стоит это все рядом стоит три совершенно разных вопросах ну окей во первых про квесты в игре квестов очень много то есть практически каждый второй stalker вам может дать какое-то задание каждый второй более-менее важный npc и может дать какой дополнительный квест разнообразие я не скажу что у них совсем великое в основном квесты стандартные пойди туда убей того возьми это отнеси здесь или отправься туда выясни что там происходит вот другое дело что периодически может что-то происходить забавное в течение тех квестов но большинство дополнительных квестов достаточно так схематичны так следующий вопрос там был по-моему про глюки так вот про глюки эта вещь очень интересная то есть про глюки вам сейчас все спрашивают у stalker сталкера сталкеры ждут что-то ждут уже да вот как вот после игр прошлого года да короче игры которые издатель серьезно относятся они так делаются чтобы в них не было глюков да да кстати это во-первых а во-вторых stalker я за всю игру я прошел игру полтора раза что называется то есть я сейчас уже второй раз я прохожу за всю игру я встретил только один раз глюк у меня кровосос чуть-чуть провалился в текстуру но это глюк просто настолько банальный для современных игр что его даже не заметил особенно вот игра не зависает она интеллект не багует какой-то тупости в ней там нет иногда как знаете случается когда умный интеллект слишком слишком глупо начинает себя вести в определенные моменты я не могу сказать что игра заглючена я не видел в ней глюк вот и на самом деле ну как если вы встречаете игру с глюками значит просто издатель в нее покласть да значит просто издатель так вот плохо это касается кросс платформа это касается некоторых gothic 3 gothic 3 но там у них особый там особый был случай это да отдельно совершенно вот так что а здесь люди хотели сделать качественный продукт они его сделали вот я читал кстати еще люди часто спрашивают что можно ли будет играть до первого паща можно нужно так что я я не верю что я вообще буду ставить по этому пащу не у меня это вообще удивляет бедные люди их замучили патчи кошмар я так жить вообще бойкотируйте проект лично да просто не играйте пускай сколько хорошего готика не было не надо не играть если такое свиньство со стороны разработчики мы увлеклись давай лучше следующий вопрос да леонео леонео другое другое спрашивает с чем игру можно сравнить прежде чего фоллаут фоллаут это первое что приходит в голову а мне вот что обливиум обливиум да ну ты знаешь обливиум он такой по атмосфере фэнтезийный атмосфера на первого лица я не знаю ты знаешь а например я когда вы думал чего сравнить для рецензии не вообще в голову пришло несколько сразу игр то есть одинако можно сравнить с фоллаутом с обливиумом в том числе с и как ни странно gothic в том числе 3 с дельта форс сейчас любой практически частью желательно из ранних и с местами даже фиром или преем можно сравнить эту игру то есть в ней есть очень удачные элементы практически всех этих игр на фоллаут это это практически однозначно мало того я уверен что игра stalker у нас в россии будет примерно то же самое что в свое время у нас был фоллаут то есть это будет культ очень надолго если не навсегда будем надеяться что не только у нас вообще и я разговаривал здесь и они говорят что ты очки планирует на западе продать 700 тысяч копий вот сейчас мягко говоря немало это очень немало да и будем надеяться это удастся танкер достоин и возможно благодаря тематике он даже выстрелит вот еще больше и мы увидим еще не одну игру я надеюсь реально надеюсь что станка шагнет дальше одной игры потому что действительно выдающийся проект у нас сейчас есть уже информация которым правда не можем толком разглашать но факт тот что джейси в настоящий момент уже думают думают еще над играми чернобыльской вселенной думают в общем читайте громаде мы скажем как только они надумают первое еще он же леонель леонео вообще многие спрашивают насколько интересны аномалии и вообще как они работают ну как сказать аномалии это не основной геймплей stalker ни в коем случае это просто как такой небольшой бонус что что может разнообразить принципе геймплей есть действительно достаточно интересные то есть большинство аномалии это что такое это ты заходишь на какую-то опасную зону и например тебя разрывать на куски там или пронзает там электричеством или просто относит куда-то в сторону или радиация очень сильно бухает себя так что-то начинает просто в глазах темнете в этот момент то есть они бывают самые разнообразные есть вообще жуткие аномалии проекту рассказ не будем их лучше увидеть самому что будет очень неожиданно если вдруг вляпаетесь такую но в целом они не основной геймплей игры им как мне кажется сейчас вообще гораздо меньше внимания чем джи сим уделял например 2003 году или 2004 на тех стадиях разработок stalker а вот но вообще с ними гораздо гораздо интереснее особенно аномалии хорошо проявляются когда вообще пахнет жареным то есть начинаются какие-то сильные перестрелки ты просто складываешь оружие начинаешь то есть мочи убегать твои противники попадают в аномалию ты сам попадаешь в аномалию в общем кругом кошмар то есть это очень разнообразно вообще надо сказать что аномалии тактическое как бы значение имеет большое то есть например убирая там от группы врагов можно завести их в аномалии как бы их всех порвет потому что они ты стараются как бы обойти но как и сам игрок могут не заметить просто и вляпаться и еще я хотел сказать мне кажется что на маленький шикарная просто идея в том плане что она тебе позволяет бегать по игре то есть ты их настолько много что если ты просто нажмешь кнопку бежать то ну сто процентов просто вляпаешься нет ну это на самом деле кстати преувеличение то есть я как человек прошедший игру могу сказать что их не так много как принципе кажется самого начала и просто впоследствии когда ты немножко выиграешься ты научишь их определять уже просто по одному писку счетчика гейгера то есть по слабейшему треску тоже поймешь как лучше поворачиваться то есть вообще маршрут stalker вот уже на более поздних игроков как пьяного то есть начнешь вот так вот ходить чувствуете абсолютно комфортно в этом но шутерные конечно это стандартные рефлексы то есть дорога надо пойти по дороге есть дверь надо пойти в дверь они быстренько этой игрой вообще смываются потому что stalker и совсем другие рефлексы но я еще со своей стороны замечу есть очень интересные места где аномалиями вообще вот просто как не знаю игра в сапера ты вот пытаешься очень узкое пространство где-то можешь реально по болоту например пройти кидая болты просто прокрадываясь буквально вот как не знаю щечком гейгера меряя радиации да вот проходить и это очень атмосферно то есть ты вот буквально крадешься этот но потом естественно узнаешь все больше и больше зону и ну тут кстати да еще надо надо там где много аномалий там наверняка лежат еще хороший артефакт то есть принципе игра сама заставляет тебя и ходить по аномалии потому что нормально на мали лежат только там где много радиации всякой опасности ну еще дежурный вопрос от шакала шакала да джакал разнообразно ли оружие оружие почему ты думаешь что в игре есть техника как-то вроде год назад еще заявили что ее не будет и как-то люди до сих пор ждут ты знаешь сталкер сейчас на самом деле просто так уже овеян легендами со всех сторон что я удивлен что там будут ждать все время там ксюша собчак в тухтулху там где-нибудь спрятан там обязательно а сами например джейси рассказывают что одна группа фанатов очень увлеченных уверены например что они сделали мир абсолютно целый как готики 3 то есть не соединенные коридорами и только значит потому что современных мощности современных компьютеров не хватает для того чтобы его обрабатывать именно поэтому игра была разделена такая версия есть у фанатов но естественно не соответствующая реальности так что в общем сейчас теории про сталкер много ну так вот насчет оружия вот оружие в сталкере действительно очень разнообразная во-первых всем фанатам что называется русского оружия игра это просто строго рекомендуется потому что там все разновидности например старого доброго калашникова там есть пистолет махарова ну и прочая всякая наша техника стоящего вооружения и советской армии оружие в основном конечно советского производства она с кучей всяких навесных гаджетов то есть вы можете например автомата повесить каком-то оптический прицел например или еще какую бандурину а еще в игре есть совсем очень занимательный очень вид оружия и так называемое артефакты оружия это лучше не рассказывать конечно об этом лучше сама видеть оружие только один спойлер сделаю небольшой собственно там есть например пушка такая экспериментальная в сталкере который один в один передран с гауссгана из фаллау это что передрожено скопировано скажем так творчески позаимствована но просто узнавание стопроцентно когда ты хватаешь в руки фаллаут от первого лица кстати вместе такая теория что фаллаут 3 все тем который куст без стоит который хочет сделать собственно он уже вышел да кстати не раз говорю что без фэзда то по привычке будет фаллаут 3 делать от первого лица и я думаю что интересно будет смотреть что он будет представлять особенно для того что вышел сталкер надо сказать что вот лично мне сталкер намного больше чем тот же облимин понравился потому что облимин очень искусственная игра в немало ручного а сталкер он помню того что у него это вот про симулированная жизнь что есть какое-то постоянно меняющиеся разнообразие она еще и срежиссирован то есть есть моменты которые хорошо поставлены вот и их плотность очень большая то есть именно квесты заранее придуманные и прочее чего нет у облимин как раз вот облимин скучнее намного играть здесь каждые 5 секунд что-то происходит сталкере есть душа и очень большая атмосфера в отличие от синтетического облимин как и все остальные синтетические блокбастеры в нем есть все ну вот кроме вот чего то такого да то то есть тут все понятно вот тимак спрашивает как выглядит припять в ее финальном виде же инжифоле она достаточно атмосферно выполнен сам город и интересно ли по нему бегать ну что же все очень просто как человек бывший в припяти два раза в своей жизни настоящей припяти могу сказать что во первых она очень похожа на настоящую действительно очень атмосферно сделано это конечно ну не полная симуляция города то есть это не гта ни в коем случае не копия но какие-то узнаваемые элементы моменты улыб улицы дома здания все это в игре есть крипте выглядит очень здорово это один из последних этапов игры на из последних зон когда уже придете когда будете не зеленым сталкером таким достаточно матерым сталкерищей зоны да а вот товарищ nightman47z черт возьми ребят друзья из перми например да кстати никто не подписывается на этом он спросил а сколько зависит концовка от стиля прохождения игры очень тонкий вопрос я на самом деле постерегусь на него сейчас отвечать потому что как мне нужно игру два раза пройти вообще чтобы вот это сказать но насколько я понял после первого прохождения зависит то есть каким будет твой сталкер таким будет и концовка чистый злой то если ты злой то будь злой скажу так я не буду раскрывать какая у меня была концовка потому что это в интернете так уже наделала много лишнего шума но мой сталкер показать достаточно аллочным и мерзким к концу игры несколько плохих поступков поступал в принципе за деньгой гнался денег собрал много кстати интересный момент в зоне ходят русские рубли с лениным старые русские советские старые советские рубли с ленина то есть потрясающий винтаж так вот мой сталкер был очень жадным очень злым таким мерзким и собственно зона ему в конце за это все дело достаточно жестоко отомстила учительная концовка она так была ложной а концов была не настоящая действительно ли там есть вот такие четкие связи ты поступил плохо это что-то изменит ты знаешь могу тебе сказать положа руку на сердце я их не заметил вот хотя в принципе они есть общее отношение общая репутация на все влияет сам банальный пример что если ты хамло негодяй и убийца то продавец я просто будет вкручивать на патроны такие цены что лучше бы ты мне был друзья многие очень спрашивают про графику и бог дастали смотрите смотрите пожалуйста кадры графика великолепно графика хорошая и мне кажется что ну это далеко не самое важное что может быть чтобы вот играю который вы ждали столько лет чтобы спрашивать есть скриншот на скриншот это очень похоже на ролики это тоже очень похоже красиво написи действительно игр немного настолько же атмосферных и красиво и самое главное с такой душой и стилем нарисована ну простой вопрос да затягивает листонки несмотря на прошедший год мы можем ответить не то слово я вчера после тяжелой сдачи сел играть ночью у него не мог оторваться это очень я за сутками напролет это было что-то совершенно страшное при этом при всем я игру что называется даже пробежал это прохождение всего stalker мне понадобилось 35 часов что по меркам игры очень очень мало вот хотя бы хорошему на прохождение stalker нужно потратить 50 60 и 80 часов 2 раз я собираюсь я собственно поиграть уже подольше white bird спрашивает делая птица да сколько stalker похож на активность я не знаю я не играл всем сказать не знаю по глюкам не похож совершенно я тоже пытался играть все даже местами мне нравилось нет stalker куда более проработанная игра совсем не похожа на ксенос это совсем другая игра она пешая и она гораздо больше рпг и атмосфернее и в общем совсем не похожа не похожа кто или какая группа вверх сидюрочка и миагра написали саундтрек и я честно говорю не знаю темич спрашивает откуда взялось вообще такая такой вопрос потому что к игре саундтрек писал музу известный достаточно игровой музыкант он комп нет еще отличный саундтрек написал и здесь игра просто пропитана шикарнейшим это наверно лучшая эмбиент работа вот которая была я должен сказать что еще и звуковая звук в игре работа над звуком просто фантастическая потому что ну не описать то есть на 60 70 процентов атмосфер создается благодаря звуки и музыки то есть вы снимаете научники и сразу уже картинка совершенно простой очень пример даже стоя посреди например зоны в полной темноте это настолько жутко от этих воев скрипов каких-то утробных совершенно ревов на заднем плане что атмосфера конечно то есть грубо говоря вы заходите в пустой ангар и вы чувствуете что он пустое то есть я до сих пор помню я такой первая встреча с мутантом и иду по ангару налево-направо там такой сарай а налево-направо такой разворачивайся это он так начинает стрелять она сама-сама эта штука испугалась короче это плоть была да 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 убежала я такой за ней гонюсь и убегая из этого ну такого длинного да сарая на улице тут птички поют все такое вот я на убежал испугалась испугалась ну и и вот этот переход вот как будто из сырого помещения убегаешь на это настолько вот про чувствую чувствуешь вот внутри эндоров кстати тысяч потом дальше посмотришь особенно внутри самой станции 4 реактора там конечно тоже звуки делать очень сильно когда ты идешь при 4 реактор и слышно свои шаги ты их сам боишься это даже в кандем такого не было вот а еще из плоти то интересно было я вернулся короче слышит в кустах оборачиваясь она на меня нанесется она такая подлая то есть еще больше впечатляет то что они всех характером животных искусственный интеллект очень разные зависит от животных там под сталкеров даже группировок то есть например какие-нибудь сталкеры из группировки монолит которые пойдут позже в игре такие знаете религиозные фанатики которые тронулись на религии они все придумали новую религию поклоняются условно говоря тому нечто что живет внутри реактор не будем пока раскрывать остальные тайны вот эти люди они при очень прямолинейные действовать очень тяжело вооруженные то есть редко прячутся больше прудут на пролом предпочитают такой ближний бой а например каким-нибудь бандиты обычные гопники это обычные трусы то есть они стреляют издалека любят нападать со спины вот вопрос в тему на самом деле есть а человека с именем free madman free madman свободно созданный человек нет madman свободный сумасшедший да а в стадерпле вольный сумасшедший по сталкерски он как раз задает вопрос в тему будут ли в игре какие-нибудь боссы в финале или какие-то промежуточные не скажу не скажу по той простой причине что ну скажу скорее так я просто не хочу портить впечатление не от встречи с боссом сразу предупреждаю потому что сталкер это такая игра в которой самого начала когда начинаете играть обычный кровосос вам уже кажется боссом что вы настолько слабые незащищенные просто вообще ничего из себя не представляете в зоне что обычный кровосос это страх это реальный босс просто на поздних стадиях игры когда ты можешь валить уже пачками не представляете но будет несколько встреч на протяжении игры таких встреч от которых ну мурашки по коже и он же спрашивай насколько приятно чувствовать что ты первый прошел игру которые ждут десятки тысяч а может больше людей и какая-то там ну вы знаете никаких каких-то особенных ощущений мы шутки циники профессионалы я прошел игру из профессиональных побуждений но игра мне невероятно сильно понравилось и теперь я играю в нее чтобы стать вообще все еще более подробно чем я проходил то есть уже больше в удовольствие чем работать на самом деле даже настика это дело такое на самом деле мы счастливы были проходить игры как вы спокойно в размере она вышла ты сел достал из коробки диск кроме ведь надо первыми и надо успеть все это подготовить все эти сюжеты все это краю я на самом деле счастлив что проходил ее саша а не я потому что я сейчас спокойно сижу играем потихонечку я показывают пальцем теперь интернете вот тоже замечательно где-то интернете нашел эту же запись уже писали а да он испортил себе все впечатления что прошел и первого будем смаковать личит в чем-то право отчасти что эту игру надо играть гораздо дольше чем просто пройти до конца чтобы узнать все ну зато он теперь ее переигрывает да с удовольствием как фоллаут я помню раза четыре тут мне кажется то же самое грозит что там дальше еще сдают все почему спрашивают про атмосферу рпг элемент но все ответили ну вот тут мне не назову ни на кооп наш вопрос про рпг элементы наверное самое большое количество ну рпг элемент может сказать есть короткий вариант ответ есть длинный короткий что их нет в игре длинность что они есть но не так очевидно как кажется ну то есть словно говоря вы не набираете во первых от убийства никого опыта раз во вторых вы не изменяете какие-то там параметры персонажа там силу ловкость и прочее тоже набором опыта это два то есть классических рпг элементов здесь нет словно говоря убив 100 монстров вы не научитесь лучше стрелять но но с другой стороны прокачивать свой персонаж можно во первых при помощи артефакта то есть нашли какой-нибудь артефакт который скажем увеличит вашего здоровья на 200 процентов но при этом допустим уменьшает опасность традиционного заражения там на 50 процентов комбинируя все эти артефакты на себя сразу можно вешать их несколько штук различные свойства лазя по всем тем радиационным помойкам в поисках чего-то вообще уникального и навешивая на себя можно потом концу игры превратить своего сталкера настоящего в убер зольдатин который будет принимать на грудь там просто обойму из калашникова и даже не чихать от этого вот но как таковы вообще сами разработчики вся их философия по поводу рпг элементов настоит в том что игрок сам по себе это персонаж который должен набирать личный опыт что со временем вы научитесь стрелять точнее узнаете слабые места что-то изучите что-то вам подскажут другие сталкеры какие-то опыты борьбы с монстрами и так далее все это действительно действует это работает это потрясающее ощущение ролевая игра новой волны когда мы от тупого набора экспы пришли к чему-то такого действительно оригинального не думаю что это конечно панацея от всех бед но как минимум система достойна изучение из натрии вопросом док 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 вот спрашивает про характер главного героя и если характеру у mpc ну конечно же mpc во первых есть характер как можно этого говорили pc все уникальные существа то есть не скрипты это люди своим собственным а и и прочее если характер у главного героя но вы собственно главный герой в общем главный герой обезличен абсолютно да у него только собственное имя меченый то есть это классический подход c rpg да то есть классический подход фоллаута на вас есть избранный который 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 лепите что хотите то есть делать характер да да и есть персонажи более-менее основные есть и хитрецы есть и благородные китлиндии скин там скряги из предатель то есть все вот набор классический персонаж если встречается днпс но основной герой такой вот какой оценка грамма не присаживаешь на с танкером а я не знаю нам говорит сейчас или сюрприз я вот тоже не знаю ну давайте ждите еще не осталось совсем буквально 27 числа выходит журнал так что да но не никакого как вы можете догадаться такую оценку мы не ставили очень давно да 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 очень мы очень злые но и справедливые да справедливые поэтому давно не ставили таких оценок вот такой оправданности ожидания то есть да кстати оправданность ожидания здесь обретает особый смысл 6 лет все-таки вот ну и про нпс я бы своей стороны скажу что скорее группы нпс различается по характеру группировки да да ну есть же еще нпс и помимо группировок отдельные персонажи которые попадаются от туск спрашивает насколько игра связана с вдохновителем с пикник хом на обочине если какие-то цитаты похожие персонажи смотрите как она во первых очень тесно связано не только с пикник хом на обочине собственно и с сталкера с фильмом тарковского который был снят по мотивам собственно романа стругацких пикник на обочине цитаты но очень просто вы идете по зоне видите аномалию это цитата это было придумано стругацкий пикник на обочине будем уж приведены гораздо раньше чем сталкере сталкер больше похож все-таки именно на фильм том смысле что в нем чувствуется вот эта атмосфера как обреченности это вообще оторванности нереальности абсолютно этого происходящего и в то же время жуткой это страшной реалистичность и такой дуализм есть пикник хом на обочине да она похожа с ради сталкеров тоже есть свой фольклор то есть тоже есть свои какие то определенные названия то есть скажем например все вещи которые нашли в зоне и сложили где-нибудь там теничке атаку они называют словно прин хабар то есть никогда нельзя услышать она дай мне свои вещи где твой хабар например им все время говорят или еще что-нибудь такой если никто же свои легенды о каких-то там например таинственных артефактов которые чуть не исполняют человеческие желания в общем вне кайф мир зоны вы поймете, что какой-то такой дух книжки и книг на обочине в нем есть. K3L K3L, ну, отлично помните в донимах. Из Родины Ильича. Родины Ильича. В городе Ульяновск. Да, в Ульяновск. Спрашивает, вот если бы Станкер вышел в 2006 году, он был бы на первом месте в игре года или разделил бы ничейный пост с Готикой и Обливина. Интересный вопрос. Знаешь, что я скажу? Он был бы на первом месте. Я тоже думаю, что он был бы на первом месте, а просто потому, что это на Вова, в отличие от Готики и в отличие от Обливина. То есть когда мы играли в Обливина, это уже было по старым рейсам. Ну, это был Моровин, хорошо так прокаченный, со всех сторон. Новая графика, ничего нового. Нет, ну почему? Разбитое обещание по поводу Супераи, да, которые как бы реально не... Развили опять народ. И Готика, которые просто махают тем, что она в нее не может играть. И тут Сталкер выходит очень зализанно и настолько удивляет именно свежестью. То есть играя в Готику, играя в это, вы не ощутите ничего вот нового, чтобы вы в предыдущих частях не видели. А здесь очень много свежих ощущений именно с тем, что тебе интересно наблюдать, как компьютер будет реагировать на какие-то твои действия. ты, типа, испугал собак, смотришь, как они сейчас поступят, они сейчас разозлились, вот они разбегутся, типа полно там сзади зайдут, вот какие-то такие вещи. И тебе интересно играть с этим миром. То есть ты хочешь, чтобы тебя компьютер обманул, то есть как что-то выкинул из Сталкера, вот это постоянно что-то интересное выкидывает. Сколько бы вы ни играли, что-то какое-то другое... Насколько хорошо проработанное перестрелка взаимодействие с напарниками, спрашивает Риддик из Новосибирска. Ну, скажем так, если, в принципе, кто-нибудь ждет тактического симулятора от Сталкера, то это ни разу не тактический симулятор. То есть вы не можете... И он спрашивает именно в смысле можно ли с ними посидеть у Кастро, могут ли там боевые действия общения со своими напарниками. Со своими именно напарниками. Ну, тут надо сказать о том, что вообще институт напарников, собственно, в Сталкере, он достаточно условен. То есть, например, вспомните тот же самый Fallout, там напарники, ну, хотя бы еще просто бегали за вами, вы управлять ими не могли. Здесь, в принципе, то же самое. То есть вы можете периодически в игре находить, допустим, людей, которые просто будут сражаться вместе с вами. Ну, или там, просто, допустим, на вашей стороне. Но не ждите того, что вы можете ими управлять, там, на уровне, не знаю, как Ghost Recon, приказывать им куда-то идти, там, что-то делать и так далее. Да, после конца битвы они могут сесть у костра, там, перекинуть с вами пару слов, там, поиграть там на гитаре, выпить водки Казак, например, вместе. Но тут не такое общение, как, например, в каких-то тактических симуляциях с напарниками. Ну, вот, наверное, хватит. Пожалуй, что. Так, ну, следующий мы, наверное, припять посмотрим. Смотри, то есть мы смотрели что-то из начала игры, а давай теперь ближе к концу. Я очень сильно постараюсь не показывать каких-нибудь там сюжетных мест, то есть там сейчас, наверное, после того, как я загружу свое сохранение, которое сделал, там начнется диалог. Я попытаюсь его мимо убежать и просто показать хотя бы какие места там есть. Потому что в Припяти, ну, честно сказать, вы не должны видеть местных вообще сталкеров, они, потому что это отдельная тема. Так что я вам просто покажу город. Так, вот, собственно, одна из последних миссий игры. Мы находимся в городе Припяти. Здесь по заданию текущему мы должны встретиться с группой достаточно уже сильно сталкеров, которые в данном моем стоят и обсуждают план обтаки. Мы не будем пока говорить, что они, что они, собственно, задумали. Это может испортить вам впечатление от игры. По возможности в дальнейшем мы покажем вам побольше Припяти и по меньших для ключевых моментов, чтобы вы не потеряете удовольствием. Так, давайте попробуем на ломаном английском в этой версии. И сейчас мы действительно попробуем прорваться сквозь вражьи ряды. Припять место достаточно опасное, то есть сталкеру молодому здесь делать абсолютно нечем, но он сюда просто и не дойдет. Поэтому сюда может пройти уже достаточно матерый такой исследователь зоны. Смотрите, собственно, здесь какие-то уже обжитые места, костры. Соответственно, здесь кто-то был. Наша группа продвигается вперед. Вот мы видим, как летят вертолеты, уже слышно. Сейчас они пронесутся, наверное, где-то по небу, совсем приближаются к нам. Собственно, да, вот они пролетели. Это были войска патрулирующие. Потому что сталкеры все-таки в зоне находятся на незаконном положении, поэтому... Так, 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 вот что-то случилось. Вот, например, одна из раздельных вылокирований. Так, отлично, кого-то уже наши ребята подбили. Тут есть пока возможность посмотреть в Припять. То есть вот она, настоящие дома. В некоторые можно даже зайти, то есть... Совершенно замечательно. В этой игре, конечно, на улице в Припять ставятся какие-то старые машины, вроде бы, пожалуйста, этой. Ну, в настоящей жизни, конечно, ничего такого нету, и в улице относительно чисто выглядит. Но пока что сталкеры продвигаются, смотрите, они, то есть уже работа не как какие-то случайные, там, прохожие, залетевшие в зону, а как настоящий профессионал. Ага, вот смотрите, интересный сейчас момент, наше оружие... Наш оружие... Наш оружие на евре, которое время, пристал стрелять, потому что застряла пуля в стволе, поэтому надо его срочно перезарядить. Так, вот, пожалуйста, одного можно подбить. Смотрите, наши ребята продолжают двигаться вперед, кого-то попутно отстреливая. Но мы пока не принимаем в этом такого уж сильного участия, больше сможем теперь на окрестностях. Вот, смотрите, как замечательно в этом городе. Очень-очень похоже на настоящий. Так, вот он кого-то заметил, смотрите, видите? Ага, или ему просто показалось? А и в том числе, кстати, в игре может тоже совершать ошибки, может обманываться и сам обманывать. Ага, а вот кто-то действительно есть на крыше. Конечно, из халашников, которые сейчас в руках не так просто подстрелить кого-то с расстояния. Вот, но с другой стороны они тоже мажут отсюда, поэтому нам как-то гораздо проще. Вот так вот сделаем. Ага, вот где-то уже скрылся. Ну ничего, собственно, наши напарники их прекрасно подобьют, мы сейчас находимся здесь явно не за этим. Так. Так. Так кто-то там с ровным остался на крыше. Опа, 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 нужно срочно-срочно использовать аптечку. Дема, дема. Как отмазаться за забором? так вот самый простой способ как кого-то выкурить вообще откуда бы то не было пожалуйста часть даже взрывного взрыва волны прислать на нас так где идет битва битвы идет пока на крышу прямо друзья сталкеры из враждебной группировки так как и свою и воевать очень опасно в сталкере потому что это все-таки таких приставка игра гораздо больше степени опа позиционно смотрите-ка на совсем уже старый автомат поэтому его заклинивает в таких случаях готов это был очень опасный момент на самом деле так пока сталкер обсуждать когда пройти посмотрим на припять вот они все эти дома ты жизнедорожника и так далее смотрите там уже кто-то вдали ходит перед передвижением вот наши ребята видно как там бегут обходят короче город с другой стороны есть тут как настоящий военный так ну все они нас бросили теперь снова на произвол судьбы теперь мы при пяти одни это вся техника это здание они нас короче попросили еще еще разок помочь но мы оставим пока их просьба и просто посмотрим при на местной разваливались бы замечательно попробуй здесь вообще пройти мы сможем пролезть мы смогли даже фонарик включить чтобы светлее вот она на этих кадров очень многие ждали шесть лет забор узнаваемая вообще такая архитектура любой кто родился в ссср или жил в россии на украине узнать давайте допустим был вопрос можно ли войти в дома вот порадовать войдем в дом какой сильный шалкер мы садили в него практически целую обойму и только сейчас он кайстрюхнул вообще между нами говоря это был сталкер из дружицы нам группировки ну эксперимент что мы сейчас же не играем а большие смотрим на кружающих маска вот самой припяти конечно все более скажем так аккуратненько но разруха такая еще что-то продолжается и так далее смотрите он обходит он где-то прячется пытается что-то такое в общем сотворить все готов так это наш собственно напарник посмотрите видите аномалии то есть здесь вообще в принципе пройти нельзя это достаточно опасно и на море не бог что произойдет и за этими аномалиями если мы пойдем прямо находится знаменитая между прочим припятьская просто вот этот колесо чертова но мы туда не пойдем я думаю видео сами так ну что с припяти я думаю все припять караул караул вообще очень похож на настоящую хотя конечно не такая масштабная вообще я думал что все таки будет масштабнее все другой стороны можно зайти в дома например там есть все эти детские колеса кстати еще интересный момент в реальной припяти настоящий пошел слух сейчас что якобы вот этот знаменитое колесо которое чертова колесо вот которым все говорят что она упала в прошлом году ветром его сбило и все он теперь лежит кто-то значит не правда я был в приптии буквально месяц назад он стоит целый невредимый до сих пор так что вот так вот возвышается этим городом жутковатое зрелище не верить тому что пишут в интернете никогда на интернет это гон нам можно верить но мы мы же медийно это один вазька сказал на форуме на форуме не верьте форум да не верьте агентство бабка сказал так ну теперь наверное еще немножко вопрос да марио и gts задает забавный вопрос дорогая редакция вот скажите сколько можно продвигать себя на известном распущенном тайт листам о как друзья посмотрите политический момент могу объяснить очень просто потому что мы как редакция граммания популярного собственно российского журнала компетентных играх от этого доставляем вам популярные темы в зависимости того насколько они вам интересны если бы игра например stalker было бы интересно только нам внутри вдвоем с антоном мы бы естественно не устраивали никаких таких записей репортажей и прочих продвижений как пишет товарищ марио на например вот так что исключительно все что хотите вы и что пользуется наибольшей популярностью у вас так или иначе появляется у нас этот все на самом деле очень просто и не стоит говорить что мы себя продвигаем потому что мы так продвинутые мягко говоря но после того как медздрав ссср значит болезнь и грамманию признал слова граммания признал официальной болезнью мы теперь пропиарили развитие для соцразвития так что нам дополнительный пиар честно говоря не нужен мы это делаем потому что можем потому что нам это интересно и потому что это хочется публика а и ничего более реально какой пиар но тут еще спрашивать еще один вопрос по музыке а я вспомнил что я не договорил помимо муза и хорошая работа на звук там еще группа fire lake есть металлбанда украинская киевская да и она она изучить исключительно в радио то есть таких фонах причем там три трек по моим в игре от них один из них будет на нашем диске самый симпатичный послушайте целиком то есть в танке вы как целиком это не услышите интересный вопрос от шибу нинджа внимание интригующий вопрос есть ли в станке репестрано же женского пола я не видел я тоже честно говоря хотя ты знаешь некоторые мутанты они такие вот страшно сказать что женщине делать это значит это прекрасно вспоминающий игру ботика когда взяла сам первая часть фанаты тоже очень долго искали женщин разработчики признают что они не сделали там ни одной в итоге фанаты таки нашли там одну женщину которая терла пол там в каком-то замке специально вставлены когда спрашивает ну первое у него начинается в 23 вопроса он написал ого первое в принципе дежурный то есть во-первых его интересует станферд революции либо эволюции эволюции с элементами революции слова революция очень осторожно про спорта читаю использовать вообще революция глупо достаточно слова то есть таких игру уже наверное нету то есть в наше время как как география уже все открыто в принципе по большому счету да можно что-то новое это 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 навод если вы спрашиваете если в игре новые ощущения да да есть и как обстоятельства у нас анимации потому что когда-то там были проблемы большие ну как я могу сказать что анимация конечно не самая гениальная анимация которая и в компьютерных играх но она весьма на уровне современных анимация то есть для рпг стандартная то есть если вы видели обливье например то же самое если в зоне сразу два каких-то просто странных вопросов мне очень смешно если в зоне афро украинские стамкеры и если в игре евреи много ли их и сложно ли их убивать вы кто вообще что вы пишете господи люди вы видели в зоне гордона примана можно ли спрятать с двух рук то есть тут какие-то знаешь такие серьезные вопросы ты знаешь человек дунул по моему в общем насчет негров негров нет афро украинцев и афро и евро украинцев тоже нет я вот евреи есть один торговец вот один поход по крайней мере но это опять же стереотипически все дальше национальности никаких в игре нету и собственно вам тоже люди это же предлагаю нашу мунициальное строение национальности побострее забывать еще серьезный вопрос или отличается финальная версия стамкера от того что увидели в 2004 году но этот вопрос мне наверное я могу сказать что это не то что две разные игры абсолютно то есть у них там что-то сохранилось это общие стыкующие ну в общем это есть зоны есть вроде похожие монстры но ощущение я могу сказать что совсем другой страх был когда я впервые вышел из зоны в 2004 году это было очень страшно сразу сейчас они так постепенно накручивают то есть чем дальше идешь ты более более страшные места попадаются более атмосферные а там ты выходил у тебя сразу просто пропитывался вы можете посмотреть на в четвертом сюжете финального отчета где мы показывали тогда на 2004 год первый квест сейчас мы его повторяем в апрельском номере можете посмотреть на самом деле мы специально повторили полностью финальный отчет в этом номере я включил мне самому было дико интересно смотреть что тогда люди в 2004 году вообще говорили о своей игре и сейчас это ну умилительно очень смотрится советую всем посмотреть я еще кстати перед выходом сталкера тоже вдруг задумался что вообще в своей жизни видел три игры совершенно не были похожи и называли все сталкер тоже делали с джейси они прочее то есть я видел сталкер в 2003-2004 году и сейчас например были противоположны разные вещи иногда основная прелесть сталкера узнавать все самому кстати я заклинаю вас только у вас появится игра даже если вы где-то застрянете не лезьте срочно на форумы с вопросами не лезьте за гайдами вот наберите хоть немножко терпения и поиграть в нее сами основной кайф этой игры открывать все самому спрашивают энд спрашивает что значит воздух если воздушные враги и удавалось разбить вертолет кто-то еще спрашивал да кстати удавалось ближе к концу игры кстати возле час у нас была очень жестокая достаточно схватка с вертолетом вертолет таки удалось сбить вообще это гранатомет был достаточно сложный практически невероятно много вопросов идет про мультиплеер но мы просто скажем что мы не играли него пока и вот такого шанса просто нет ни с кем пока просто да нет такого шанса еще как такового закрытая бета может конечно ну смысл в сталкере основном я думаю всем интересен все таки именно сингл сингл да то есть мультиплеер обычный такая помесь кс из танкера прапор 22 прапор 22 спрашивает да это как вам удалось пройти игру если еще нет файлообменовых сетях отлично да ну понятно как прошли мы пресса то есть по хорошему мы вообще все игры за два месяца должны проходить единственная проблема в том что на нашем рынке очень много пиратства и еще не все компании сюда пришли но в целом обычная западная практика пресса получает игру за два месяца до выхода игры чтобы мы спокойно могли пройти танкеры даже поздно далее то есть танкеры дали очень поздно то есть до до шлифовывали до последнего вот и вообще мы должны за два месяца получить игру пройти и сделать какие угодно материалы ну и написать соответственно рецензию тогда когда она только появится продаж да без спешки и кстати к вопросу тоже о том что очень многие всегда пишут что игромания опаздывает с рецензиями ну друзья принципе мы просто как так как журнал который не пишет по скриншотам и по видеороликам такие такие у нас до сих пор в стране попадаются да мы считаем своим долгом серьезно да играть в любую игру уж прежде чем писать на нее рецензию поэтому нас действительно зачастую рецензия будет достаточно поздно потому что мы покупаем ее в магазине как и все остальные люди вот ребята не поверите но вот я сейчас мы это все пишем а я думаю как бы быстрее все закончить и пойти играть в танкер да у меня завтра самолет еще в Варшаву да то есть я тоже скоро уезжаю мне очень хочется поиграть а вот знаешь спрашивать много про сталкерскую броню вообще там да ну смотрите скилтоны ну я не буду рассказывать про всю совсем там броню там дальше конце игры там достаточно оригинальная броня будет самим интересно посмотреть но в целом броня это тоже как артефакт один из немногих способов вообще как-то увеличить параметр своего сталкера то есть самого начала на вас есть вообще костюм ОЗК вообще войсковой химзащиты потом у вас появляется уже более-менее костюм сталкера бронированных которым вместо фонарика например есть там приборное что увидение то что замечательно сделано потом спавлять там еще более мощный костюм и естественно они защищают от радиации защищают от пуль защищают от каких-то ударов и прочее каких-то супер особых свойств вопрос сразу несколько всех интересует именно сам реактор то есть можно ли сразу попасть на органы конечно нельзя просто не потому что играет так сильно как-то запрещает просто посчитал тут пойдете вас убьют у вас первый же более-менее сильный сталкер просто не даст вам выйти там из какой-нибудь либо бандит да если вас ничего не будет а чтобы пробраться к 4 реактор нужно быть очень крутым сталкером потому что там попадаются такие ребята живут там рядом что им палец вроде точно нельзя класть то есть это не фонуэлл где можно сразу бы пойти собирать супер броню знаешь финальному боссу я тут на самом деле вот поостерегся я вот уверен что вот дней через пять после выхода сталкера мы уже увидим ролик прохождение сталкера за 40 минут как там человек бежит уворачивается как нео всех этих пуль просто буквально приходит какое-то одно из концовок но по моим впечатлениям это достаточно сложно снимают мгновенно очень очень сложно опять же если вы так начнете делать то естественно концовка у вас будет не истинная потому что вы не выполнили основные квеста одна из ложных концовок которые не так интересны и насколько детально вообще вас создана сама чернобыльская с и где побродить очень детально во-первых внешне внешне чернобыльские реактора сами очень очень похожи на настоящие собственно я там был всего два раза но например александр новиков это заместитель по традиционной безопасности самой чернобыльской аэс который проводил недавно последнюю инструкцию вместе с нами он например рассказывал что ему показался чернобыльский реактор как раз в игре stalker очень похож на настоящий что касается внутренности помещений они тоже очень похожи на настоящий вот буквально недавно спускались под реактор о чем кстати на нашем сайте том числе писали в репортаже и узнать когда я играл stalker я некоторые места ну действительно узнавал то есть какие-то переплетения труб какие-то вот интересные изгибы коридоров правда в игре в том внутри реактора очень темно и поэтому приходится идти с фонариком в жизни там гораздо светлее но очень похожие просто настолько вот впечатляюще поражающее узнавание всего этого есть что перед gc действительно можно снять шляпу вот с тем что он мы-то сделала вот саша ездил наряду с игорем варнавским и ильей ездили в чернобыль у нас был репортаж на сайте сейчас в номере да сейчас номере будет еще более расширенная версия этого репортажа плюс фоторепортаж на диске ну и как обычно а x2 земле обетованной спрашивает в связи с этим можно ли будет в игре походить вот по тем местам вот где мы вы были да можно я сам был на тех местах там еще был очень смешной момент кстати в игре я помню мы когда делали съемки собственно стал рядом с самим реактором четвертом александр тот самый которым только что говорил сказал показал мне что одно место сказал а вот в игре там stalker в одной из миссий вот там вот там за этими кустиками будет вертолет лежать так вот я когда оказался на том месте действительно его узнал я специально спросил смотри лежит вертолет так и есть то есть очень некоторые места просто один в один список реальности дрон стаунхер спрашивает вообще про радиацию в игре если какие-то с гаджет специальные антирадиционные костюмы с чучки гегера и бутли ну значит по порядку тогда первых радиация в игре есть в игре эта зона цель на чернобыльская зона там некоторые места будут очень сильно зараженные если вы приближаетесь к месту с повышенным радиационным фоном соответственно ваш радиометр начинает просто издавать такие характерные щелчки чем быстрее не тем соответственно выше фон тем скорее надо за это место убираться тем не менее если вы хотите там охотиться например за аномалиями то какой-то уровень радиации вам все равно придется схватить когда будет лазить по всем этим свалкам помойкам там вот эти вот традиционно поиска какого-то бриллиантов там внутри вы естественно хватаетесь радиации и ее можно вводить двумя способами вообще в принципе из организма первый дедовский то есть можно взять водку казак вот так вот бутылку буквально влить ее в горло сталкеру и в общем радионуклиды таким образом выйдут из организма это не очень реалистично но на жизнь несколько похоже в принципе да кстати там еще такая вот со времен рейд на крампейдж я не помню уже какой давно не каком шутере да можно было действительно просто уделаться в хлам и поэтому с такими вот волнами перед глазами там иногда кстати в игре сдаются очень смешные ситуации то есть когда ты например действительно вылезаешь какой помойки при этом пьяный просто вообще даже не шевелишься на тебя бегут какие-то бандиты ты от них просто заплетающими ногами пытаешься бегать достаточно смешно получается вот ну а второй способ более который мы всем советуем из того чтобы водку там хлебать это собственно специальная антирадиационная инъекция которая нужно быстро в колодце вот есть даже горячий клавиш специальный для него так что чтобы уровень радиации понизить ну и кроме того есть некоторые артефакты еще которые понижают в принципе воздействие радиации на вас есть артефакты которые наоборот увеличивают то есть его одев вы постоянно получаете большую дозу и и в игре естественно есть несколько видов брони сталкерская каждый из которых по-разному защищает от воздействия радиации я еще добавлю к этому то что я как-то гулял по зоне и смотрю там перевернутый грузовик смотрю в бинокль и там что-то труп валяет ну мы сейчас типа лутвуд отлично хабр да сейчас как он хабр хабр я еще не изучил ну ты быстро изучишь да хабр думаю сейчас наберусь подхожу так что-то счетчик затрещал такой ну я не совсем понял просто что происходит казалось что машина и все кто не заряжены очень сильно радиация высокий уровень и я просто умер то есть пример любопытства это кстати возможно была машина та самая вот еще в заставке игры то была эта машина по каким-то легендам stalker это так называемые мертвые грузовики которые непонятно вообще кто вводит но эти грузовики периодически вывозят трупы в зону в неизвестном направлении то есть это тоже отдельную интригу рождается про систему повреждений спрашивают ну как ранение да система повреждений достаточно реалистично то есть хэдшоты есть условно говоря стрельнув монстру или человеку в голову вы зачастую сразу убиваете вот я не заметил какой-то супер систем повреждений как например если вы стрельте в ногу он там упадет на одно колено нет все это в игре нету достаточно более упрощенная система вот но хэдшоты есть и мне кажется принципе для такого рпг-шутера кимулять stalker вполне достаточно мне вот понравилась нанимация некоторых смертей то есть грубо говоря если там кабан на вас мчится и вы его там убиваете он еще так падает ну по инерции катится какой-то по земле ну да конечно когда можно вообще подстрелить stalker например в ногу он упадет на землю будет долго кричать в брата на аптечку всем типа того его можно пристрелить можно там течку того злой вы или плох или добрый ну вот это наверное всем финал до время подходит к концу вечера самолет у меня через 2 часа уже да у меня через тоже скоро уже улетает но правда не так скоро не так скоро но в общем да мы опять в работе опять в разъезда со stalker надеюсь мы уже заканчиваем до выхода собственно свежей игромании читайте там все наши собственно материалы да много спешила со стороны саши огромное ревью о путешествиях в зону плюс мы еще вспоминаем о фильме вспоминаем о книгах вспоминаем о хронологии переноса stalker и видеомания в свою очередь проходится по всему видеоряду который был создан за эти годы включая первый тест в 2001 году движка первые ролики когда еще все происходило в пещерах майя то есть в пирамидах когда-то игры такая концепция тоже не хочется даже вспоминать первые ролики где живым показан stalker то есть они снимали бегом stalker по лесу это вряд ли кто-то из вас видел это видео сохранилось без звука но тем не менее ну в общем поглядеть да интересно и конечно же звезда как бы номера это то что зона 2002 путешествие с gc олег еворский комментирует сделанную в начале разработки запись то есть это ценный материал гордимся обязательно дождите следующего номера там про stalker будет очень много да буквально тема номера с нескольких слов напоследок мы наверное считаем то мы дожили первого реального новая эпоха начинается все ну я бы не сказал так громко все-таки это единичный случай но мне очень хочется надеяться что он наши разработчики походы на дни си и поймут что лучше брать качеством они количеством абсолютно верно сказано и надеемся что вообще после stalker кстати очень символично что то сейчас выходит как раз весной расходит снег очень становится хорошо что после stalker будет все только хорошо ну и надеемся что вам естественно понравится эта игра и вы его обязательно купите потому что это одна из лучших год который мы видели ну и конечно от себя от видеомании надеюсь что вам все это мероприятие понравилось да вот все что мы устроили сегодня потому что ну мы все вы знаете все время как-то экспериментируем в том числе с онлайном вот пытаемся на то что пользователей интернет все таки не так много как в целом наших читателей вот мы все-таки с радостью пытаемся вам первым какие-то важные такие темы донести все для вас и игра мир онлайн да и теперь вот это я надеюсь что и надеюсь что еще скоро нам еще будет чем удивить в этом году это на самом деле зависит от разработчиков в первую очередь если бы они делали такие замечательные игры каждый месяц и еще прислали их пораньше я думаю у нас бы вообще сказка была ну да ну какие дела ну что ж давай прощаться всего вам доброго счастливо увидимся